Наталья Викторовна, в нашей прошлой программе мы рассказывали нашим любимым телезрителям о том, какие работы необходимо сделать и завершить в июне. И в большей степени, конечно же, мы касались работ на грядках, в теплице, работе с овощами, с посевом еще, да, еще есть время у нас остается, с прополкой, прореживанием и так далее. Сегодня хотелось бы поговорить о тех работах, которые необходимо сделать в саду в июне, в первом месяце лета. Так что же мы делаем с нашими плодовыми деревьями и плодово-ягодными кустарниками? Наши плодовые деревья уже цвели. Какое было прекрасное время. Цвели и вишни, груши, яблони, сливы. Просто замечательный был вид от этих растений. Я сама получила огромное удовольствие и яблони у меня цвели на участке, и груши. У меня молодые, молодой сад. Поэтому надеюсь, что и урожай будет в этом году хороший. Но деревья цвели и требуют, конечно, тоже нашего внимания. В саду тоже работы достаточные с плодовыми деревьями и с ягодниками. Деревья наши цвели и жаркая, сухая погода, значит, им нужен полив. Как часто нам бывает обидно, что такое буйное цветение было, столько завязей. И приходишь, смотришь, вся эта завязь, ну, может, не вся, но большая ее часть, лежит на присвольном круге под деревом. Растение ее сбрасывает. А сбрасывает потому, что ему не хватает влаги. Для того, чтобы все вот эти завязи со временем у нас выросли во фрукты, в плоды. Потому что завязей много, а полив, как правило, мы не делаем. Мы тоже рассчитываем, что будут дожди и будет естественный полив деревьев, что им еще нужно. А им нужно наше участие, нужно поливать. И очень хорошо поливать деревья, совмещать полив с подкормками одновременно. Вот развели вы, допустим, навоз один к десяти, полили растения, полили дерево свое. Молодое деревце, достаточно будет одного ведра полива и подкормки. Побольше дерева пролить его двумя-тремя ведрами вот этого настоя, раствора или раствора минеральных удобрений. И в июне еще можно и сажать растения, деревья я имею ввиду, но с закрытой корневой системой. Потому что многие и садовые центры, и питомники, они активно продают деревья, но не с открытой корневой системой, а деревце, саженец, он посажен в большой вазон. И там корневая система нормально сохраняется, поэтому ничего такого предосудительного и страшного не будет, если вы посадите деревья, которые вы не успели посадить в мае, но с закрытой корневой системой в июне. Наталья Викторовна, у нас на участках, практически на большинстве участков растут ягодные кусты. Какой уход за ними? Конечно, куда же без ягод. Растут и черная смородина, красная, белая, жимолость съедобная, и облепиха, малина, крыжовник. То же самое. Нужен полив и подкормки, потому что ягодники отцвели, идет активный налив ягод. Засушливая погода. Я понимаю, когда идут дожди на улице, естественно, мы не поливаем ни деревья, ни ягодник. Но когда стоит сухая, засушливая погода, 28-30 градусов, конечно, как тут не полить? Иначе тоже будут ягоды измельченные, и урожая мы не получим. Мне особенно хотелось бы остановиться сегодня на малине, всеми любимом ягоднике. Ведь мы, сажая малину на участке, практически она у всех растет, как-то посадили, и считаем, что можно на этом и остановиться. Самое главное наше дело – ее посадить. И, как правило, малина растет у нас где-то в уголке сада, потому что она корнеотпрысковое растение, он очень быстро расползается. Поэтому мы стараемся ее ограничить где-то в уголке сада, вкопав металлические листы, чтобы она дальше не распространялась. Посадили, и пусть растет дальше, как может. И когда начинается цветение, плодоношение малины, мы идем в наш малинник, так называемый, собираем миску ягод. И очень счастливы, потому что такой большой урожай мы получили. А на самом деле мы не знаем совершенно биологию этого ягодника и не знаем, на что способна малина. А ведь, представляете, малина один куст может дать до 5 килограмм ягод. Нам, конечно, это даже трудно представить, 5 килограмм ягод с одного куста, но при нормальном и правильном уходе. Потому что малина многолетник, но у нее многолетние, не побеги, у нее многолетние корни. И очень важно создать для корней нормальные условия. Малина не будет у вас расти на глинистой почве, не будет расти, когда близко грунтовые воды подходят. Вот когда вы сажаете малину, а лучшие сроки посадки для нее это конец октября, начало ноября, вот сделайте хорошую заправку грунта. И покупая, смотрите, какие корни. Если будут сухие корни, толку не будет от вашей малины. Будет она валить, будет чахнуть, и хорошего урожая не дождетесь. И когда вы посадили костик малины, знайте, что на следующий год она вам даст 1 побег. На второй год 3-5 побегов вы должны оставить у нее. А на третий год 8-12 побегов. И только на четвертый год малина начинает плодоносить в полную силу. А у нас как получается? Посадили малину, пособирали год-два урожай небольшой, дальше пошла она порослью, заросла, потому что с порослью мы, как правило, не боремся, мы наоборот радуемся, что малина развивается, растет. И считаем, малина вырождается. Нет урожая, потому что поросль забирает у малины, у куста все. С порослью нужно бороться. Вот как растет у вас кустик, появляется летом поросль, идите с небольшой лопаточкой, откапывайте поросль от куста, потому что она забирает львину, долю питательных веществ. И еще, кустики растут, кустики нормальные, поросль удалили, делайте подвязку. Когда вы провели, подвязали кусты, ну как бы повесили веревочку, чтобы один куст от другого отделять, чтобы были нормальные проходы, и нормально было освещение малины солнцем. А когда у вас загущена посадка малины, солнце внутрь не проникает, и у вас ягоды только на поверхности. Там внизу ягод уже малины не будет. Поэтому, значит, подвязка растений малины, борьба с порослью и полив. Мы практически малину не поливаем. Ну, достаточно и считаем вот этого дождя, дождевания. А если поливать малину как положено, когда вот сухо на улице, поливаем ягодные кусты, поливаем грядки с овощами, полейте малину. Вы представляете, увеличивается урожайность малины в 10 раз. С какой периодичностью нужно поливать тогда малину? И на что нужно обращать внимание? Вы знаете, сухо на улице, значит поливайте. Такого вот ограничения у малины нет. Видите, что сухая земля. Зашли в малинник сухо. Ну, сколько требуется ведро воды, пол ведра воды? Нет, ну, я думаю, что где-то кусту требуется где-то 5 литров воды. Вот так пролили. И урожайность будет значительно выше, если вы вот это все правильно сделаете. Поэтому малине нужно, конечно, уделять внимание. И тогда она вас отблагодарит хорошим, замечательным урожаем. И все с удовольствием в аппусте месяце будут ее собирать. И не только есть свежую, но и закатывать банки в варенье, малины, замораживать ее. Которые, как нельзя лучше, в зимние и холодные месяцы, особенно при простудных заболеваниях, это незаменимая. Незаменимая ягода, да. И еще на землянику обратите внимание, на свои грядки. Когда вы скашите траву на газоне, не спешите ее выбрасывать на компостную яму. Очень хорошо замульчировать земляничные грядки, вот немножко подсохшей вот этой травой, скошенной на газоне. Во-первых, эта трава, она не будет задерживать испарение влаги из грядки. И когда у вас поспеют ягоды, они будут лежать не на земле после дождя, они будут загрязняться. Они не будут находиться в сырости, не будут заболевать. И не будет испаряться влага, не будут расти сорняки. Поэтому тут двойная польза от скошенной травы. И газон покосили, и грядки земляничные замульчировали. Наталья Викторовна, но также на наших участках есть и декоративные кусты, которые представлены в большом многообразии. Как мы за ними ухаживаем и уделяем ли мы им повышенное внимание? Или все-таки они немножечко на ступеньку где-то ниже? Сначала у нас деревья, ягодные кустарники, а уже до декоративных, ну, растут себе и растут. Я призываю, не оставляйте без своего внимания декоративные кусты. А что такое декоративные? Это наша форзиция, самый раннецветущий кустарник. За ним идут спиреи, дейцы. Ну, про сирень тут даже слов не найдешь. Какая-то замечательная красота. Когда заходишь на участок, ароматы по всему участку разносятся. Замечательные кусты, за ними скоро начнет свисти и жасмин. Поэтому кустам тоже нужно уделять внимание и пропалывать их, и подкармливать. Вот сейчас они отцвели. Отцвела дейция, отцвела форзиция, заканчивают цветение сирень. Поэтому мы порадовались цветению. Ну, и ладно. А на самом деле нужно обязательно обрезать сухие соцветия. Потому что они будут оттягивать питательные вещества. Вот в той же сирене. Вы смотрите, сухие кисти остались цветочные. И начинает растение образовывать семена. То есть, вместо того, чтобы закладывать цветочные почки на следующий год, растение тратит питательные вещества на образование семян, которые никому не нужны. И когда приезжаешь на участок, смотришь, все едут и в электричках с цветами, и на рабочих местах, в офисах. У всех стоят букеты сирени. И когда вы срезаете сирень, ее, конечно, лучше срезать рано весной. Не рано весной, извините, рано утром. И расщепить вот эту стебель под водой, чтобы туда не попадал воздух. Тогда сирень будет стоять очень долго. И когда вы срезаете сирень, захватывайте побольше ветку. Потому что этим вы как бы способствуете тому, что она начинает больше ветвиться. А вот отсветшую и форзицию, и дейцию, и спирею тоже нужно обрезать обязательно. И обрезаем ее где-то на одну третью, даже на одну вторую, вот эти побеги. И на следующий год они будут свести на вновь в выросших побегах. Анатолия Викторовна, что такое зеленое черенкование? Что это за интересное словосочетание? Вот июнь как раз самый благоприятный период для зеленого черенкования. Вот растет у вас или сирень, да, вот мы уже только что называли их, или жасмин, розы ваши, клематисы. Вот в июне самое время для зеленого черенкования. То есть для размножения. Нравится вам куст? Нет возможности купить еще один такой, допустим. Хочется его размножить. Вы, пожалуйста, можете заниматься зеленым черенкованием. Берете черенок, срезаете веточку, молодой побег, он будет называться черенком. Отсюда и название зеленое черенкование. И обязательно подготовьте грядку специальную, которую нужно удобрить обязательно. Перегной туда, золу, минеральное удобрение, песок, чтобы она была рыхлая, хорошей почвы. И обязательно она должна быть влажная. Укореняются черенки только во влажной среде. Можно даже поставить дуги и накрыть пленкой вот эту грядку. Она называется как бы школа. Не школа, а школка для молодых саженцев. И можно, если вы, допустим, дуги не натягиваете, вы можете каждый череночек, который вы посадили, накрыть срезанной пластиковой бутылкой. Потому что там должна быть постоянная влага. И опрыскивать эти растения, чтобы они не засыхали. И когда вы увидели, что черенок прижился, конечно, процент приживаемости не такой высокий, как бы нам хотелось. С этим делом придется повозиться. Не думайте, что если вы нарезали черенков и посадили их в землю, они все приживутся. Нет. Поэтому вы должны готовиться к тому, что процент приживаемости бывает не такой высокий, как бы нам хотелось. И когда у вас черенок прижился, вы видите, что он начинает расти, листья на нем появляются. Не спешите его тут же пересаживать на постоянное место, куда-то на грядку, выкапывать его с этой школки. Корневая система еще молоденькая, небольшая. Оставьте его до следующего года, чтобы он хорошо укоренился, дал нормальное развитие. Тогда у вас и будет школка, даст вам хорошую поросль нормальную для размножения полюбившихся вам кустов. Но не забывайте о том, что если у вас растение привитое, то есть есть подвой, корень нормальный, да, морозостойкий, а на нем привито культурное растение, то поросль, которая растет от подвоя, она не несет сортовых качеств. Вот если у вас роза, вы видите, что она дает боковые вот эти побеги поросль. Нужно удалять. Конечно, нужно удалять. Нужно удалять, иначе вот эти побеги, они могут заглушить культурный сорт. Так что смотрите, чтобы у вас было корненормальное растение, от своего корня росло, тогда его можно размножать. Наталья Викторовна, но одного ухода недостаточно, потому что вредители, разные насекомые, они, конечно же, тоже не дремлят. И все наши яблони, груши, сливы и ягодники, они просто обожают. Да, и я противник химических обработок, вот призываю всех, не торопитесь. Химическая обработка, вот ядохимикатами, тоже, ну, крайний случай. А вы просто не допускайте до этого случая, не доводите ситуацию на участки до этого случая. Ну, вы знаете, что яблони, яблони вредят, яблони-аплодожорка. Она летает, эта бабочка, там, двух до тридцати дней. Поэтому многие берут, развешивают в кроне дерева, такие специальные банки, посуду с перебродившими соками. И бабочка летит, прекрасно летит на этот сок, и вы ее собираете там. Многие делают на деревьях ловчие пояса, куда гусеницы сползаются, потом эти пояса сжигают. Можно сделать ловушки, светоловушки, яркую такую, взять пластинку, доску, покрасить ее в яркий цвет, намазать клеем. И бабочки будут лететь, они прилипают. То есть способов очень много. Вы смотрите за своими растениями, наблюдаете. Увидели пораженный листик, снимите его, только не бросайте под кост, потому что сразу же вот эти насекомые, вредители, они будут, вы их не удалите, а просто сбросили с ветки на землю. И, конечно, тля. Мы всегда сталкиваемся с тем, что она такой яростный вредитель. Но я хочу сказать, даже химические обработки от тли не защитят растения. На какое-то время да. Потому что тля, она прекрасно перелетает с сорняков, и вы сделали химическую обработку, тля прилетела, отложила за неделю до сотни, до несколько сотен яиц, и у вас через неделю опять такие же пораженные растения. Поэтому старайтесь, вы же ведь для себя выращиваете продукцию, как сказал наш сатирик, что для внутреннего употребления. Поэтому не травите ни себя, ни растения, ни насекомых помощников, которые находятся вокруг вас. Я всегда говорю, что нужно. Вот пасынкуйте томаты, пасынки заваривайте кипятком, ботву томатов тоже можно заваривать кипятком, и лист полыни, и луковую шелуху. Можно обрабатывать растения мочевиной, как профилактические обработки. Можно золой. Зола, ну просто незаменимый помощник на даче. 50 грамм золы растворили в воде, в 10 литрах воды. Добавили туда 50 грамм мыла хозяйственного. Настоялось все обработать эти растения. Только, конечно, такие обработки, их нужно проводить более часто. Раз в 2-3 недели. Но вы будете сдерживать численность вредителей на участке. И, конечно, не забывайте про помощников естественных. Это птицы, это и божьи коровки, и журчалки, и ящерицы. Когда вы делаете химообработку, вы это все безжалостно губите. Поэтому не спешите с химическими обработками. Старайтесь применять или биопрепараты. Есть прекрасный препарат фитоверм, который, обработав растения, этот препарат хорошо всасывается листьями и меняет состав клеточного сока. Если насекомые любят высасывая сок, чтобы он был сладенький, чтобы там были углеводы, то вот этот фитоверм, он делает сок растения непригодным для насекомых, потому что там больше белков получается. Поэтому, смотрите, вы выращиваете продукцию для себя. Поэтому только вот такими способами можно бороться с вредителями и болезнями. Настой трав, сода, зола, табак, настой табака, хозяйственного мыла. Вот такие обработки допустимы, пожалуйста. Только более часто их нужно проводить. И тогда растения у вас будут прекрасно себя чувствовать, и никаких проблем, никакого убытка от вредителей и болезней вы не получите. Наталья Викторовна, спасибо огромное. Надеюсь, что все наши советы будут только в помощь дачникам. Это была программа «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. Желаем удачи на вашей даче.